Современная фантазия на тему рассказа Михаила Зощенко Беспокойный старичок Слушай, тут у нас один старичок недавно Он заснул литургическим сном Но это потом стало известно, что он заснул А в тот момент все подумали, что он Помер Ну или другими словами говорят, что его Кондратий Обнял И надо сказать, что этот старик, по мнению окружающих, был жутко вредный Он, значит, работал бухгалтером в Патриархсоюзе И это своей принципиальностью и честностью никому жития не давал Ну, представитель, ну, бывало, скажут товарищи по работе, Степан Гольф был бы Подпиши эту бумагу, мы втроем по тысяче рублей получим А он, ватемя Главное, ничего особенного ему за это не грозило Ну, максимум года три, нули А он не хочет сидеть, и все Сволочь такая Ни за что садиться не хочет Со своими принципами Вот из-за этих принципов, между прочим И из-за своей честности Он и прожил всю свою жизнь в одной комнате в коммунальной квартире Смотри, знаешь, в одной комнате Он, дочка его Прямая наследница По части вредности Муж дочки, тоже тот еще тип Носик такой Прям голову от ветра разворачивает И ихний ребенок Вылитый старик Только с зубами И вот этот старичок Он на очередь в райисполком на жилье Встал в 1900 Вот что в 1900, помню В общем, как райисполком организовались Ну и очередь его в райисполком подошла Он взял, по мнению родственников Отдал концы Ну, дочка, конечно, врел Потому что квартиру-то жалко Без него не дадут, метражу хватает Они уже и деньги на мебель, долг собрали А он взял и Отбросил сандалии И вот, знаешь, отбросил сандалии И вот так прям без сандалий лежит День лежит Два лежит На третий день Сосед по коммуналке Что-то неладное заподозрил И говорит А где это наш дорогой Степан Игоревич? Что-то его третий день не видать Дочка говорит Да, он занят Он говорит Чем же он так занят, что он третий день в туалет не ходит? Дочка говорит А вы откуда знаете? Что, вы за ним следите, что ли? А он говорит Нет, я сам оттуда третий день не ухожу И рвется в комнату Дочка его не пускает Тогда он на них наслал скорую помощь И вот, значит, часа через два Приезжает врач Ну, судя по грязному халату из больницы Начинает этого старика слушать И говорит Мне сдается, что он на тот свет перекинулся Вы, говорит, то случайно его не отравили? Дочка Как мы, говорит, могли его отравить Если мы его домом вообще не кормили? А муж, говорит Слушайте, говорит Кончайте голову морочить нам Или делайте ему какой-нибудь укол А то РЗ Или вообще, говорит Валите отсюда Доктор говорит Нас не учили мертвых лечить Ну, дочка видит, что врач упёрся И говорит Ну, мы вообще всё понимаем Может, он действительно Копыт отбросил Ну, нельзя ли вы это делать так Что он ещё дней 7-10 Для нас будет всегда живой Что вот он не умер А частично скончался Горочка, да мне всё равно Я сейчас напишу в справке по-латыни Толдуба А вы сами рассупробуйте, что с ним Ну, делать нечего Квартира накрылась Старика надо хоронить Правда, правда Когда на работе узнали Что старик приказал долго жить С таким облегчением вздохнули И не жалея никаких общественных фондов Стали оформлять похороны Лишь бы побыстрее увидать Дорогого Степана Гороча Как говорится, в гробу В светлые обуви Вот приехали на кладбище Митинг открыли Все говорили Какой это был героический старичок Как его принципиальность Помогала строить светлое будущее В их непотребсоюзе И дочка речь толкнула про папашу Говорила со слезами на глазах Что он очень был в быту неприхотливый А двое сослуживцев Ставят в почетном карауле И между собой обсуждают Что эти мужики, которые могилу рыли 80 рублей собрали 80 рублей Ну, правда На венки выписано 240 И на оркестр 320 На 8 музыкантов И что все нестрочные деньги Лечером будут делить И вот когда все стали прощаться К усопцаму подходить Один из этих двух наклонился И говорит Прощай, незапьянный Степан Егорыч А Степан Егорыч Обнимается служивца за шею И говорит Не прощай, а здравствуй Я уже давно не сплю и все слышу И все давно почти толкнула С винком всего на 22 рубля 13 копеек И музыкантов не 8, а 4 штуки У сослуживца глаза на лоб полезли Он, значит, давай от старика Но старик его крепко зажал Тот, значит, пытается отодраться Гроб опрокинулся Старик из гроба выскочил И давай белыми тапочками размахивать Я вам говорю Сейчас дам светлое будущее Ну, народ в рассыпную А дочка на перерез криком Папа не вернулся Пошли за ордером Ну, он и дочки врезал Думал, о меня вместо 8 метров на 2 уложить В общем, народ, ломая ноги, понес из кладбища А старик еще долго над своей могилой буянил Отобрал мужиков 80 рублей Орал, что за эти деньги он сам им могилу вырыт Возмущался, что гроб дешевый, а речи формальные Потом пришел домой и стал по себе поминки справлять Ел и говорил, что никогда в жизни так вкусно его не кормили На следующий день пришел на работу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok